Об эпидемиологической обстановке в республике проинформировал министр здравоохранения Эдуард Бутба. По его словам, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией минимальны. По данным на 7 апреля из 62 обследованных пациентов ковид подтвержден у восьми. Значительно снизилось количество тяжелобольных пациентов и обращаемость людей в пункты сдачи ПЦР-тестов. За последнюю неделю ни один пациент не поступил в Сухумскую инфекционную больницу. Действительно колоссальные нагрузки испытывала система здравоохранения Республики Абхазия за весь период коронавирусной инфекции. Переведены были наши коллеги практически на круглосуточный режим работы. Находились в красных зонах, работали, помогали нашим гражданам. Очень запредельные, скажу вам честно, испытывали нагрузки. Да, были сложности, не говорим, что все было идеально, но работа была проведена. И на сегодняшний день мы отмечаем спад заболеваемости. Это очень радостно для нас так вот отметить. Спасибо президенту, премьер-министру, министру финансов, всем коллегам из штаба, которые в круглосуточном режиме всегда были на связи и помогали во всех вопросах. Главный санитарный врач Республики Людмила Скорик также отметила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Стационары проходят момент санитарно-дезинфекционных мероприятий. Все исследования по выявлению вируса происходят на Сухумской базе. Людмила Скорик предложила снять ряд ограничительных мер. Предлагаю снять основную массу ограничительных мер, но с приближающим курортным сезоном прошу оставить. Сохранение всех мер профилактики на объектах туризма. Это ношение масок, обслуживающих персоналах, на рецепшенах перчаток и обработку рук при обслуживании пациентов в местах общественного питания, дистанцирование. Также прошу оставить проверку вакцинации у посетителей в местах культурного досуга, то есть терраторах, ношение лицевых масок сотрудниками театров и в маленьких посещениях с большим количеством людей. В школах прошу оставить термометрирование у учеников в младших классах до момента установления теплой погоды и естественного проветривания в классных комнатах. Прошу проводить дезинфекцию воздуха с помощью рециркуляторов. Медицинскому персоналу школ прошу распределить имеющиеся в Министерстве здравоохранения антигентесты, это экспресс-тесты, которые можно использовать для выявления непосредственно на местах, если появился такой ученик или педагог со схожей симптоматикой COVID-19 прямо на месте, его обследовать и изолировать своевременно, чтобы не было распространения заболевания по организации. Директор НИИПИД Цураб Миквабе подчеркнул, что выявленный новый штамм коронавируса намного заразнее, чем все предыдущие, и говорить о том, что все позади, пока рано. По его мнению, новый всплеск заболевания следует ожидать уже в ноябре. Все не так просто и не так хорошо, как мы все это хотели. Вот смотрите, на сегодняшний день в Китае на локдаун жесточайше закрыты пять городов, общим населением около 100 миллионов человек. И я думаю, что они просто выдают нам пока не все. В ходе заседания мэр Сухума Беслан Эшбэ сообщил о том, что за все время распространения коронавирусной инфекции в столице было выявлено 20 тысяч заболевших. На сегодняшний день по городу болеют 140 человек, из них 15 детей. Мы проговаривали с Министерством здравоохранения уже вопрос о том, что к концу месяца, если тенденция не ухудшится, то, наверное, инфекционную больницу мы переведем в обычный режим, как инфекционная больница. Персонал вернем, значит, тот, который был туда дополнительно определен, на рабочие места, в городскую больницу, потому что там ряд отделений закрыт был все это время, и, значит, мы возобновим там работу. И будем мониторить вместе с Министерством здравоохранения, и в случае необходимости уже, как говорится, имея опыт определенный, быстро реагируем. С марта 2020 года по сегодняшний день на борьбу с пандемией из государственного бюджета было потрачено 965 миллионов рублей. Деньги тратились, масштабные деньги тратились. Я, откровенно говоря, подводя итоги уже первого квартала, обратил внимание, как они росли. Если в 2020 году это было 250 миллионов рублей, то уже в 2021 году это 540 миллионов рублей. Сейчас, с учетом обстановки в стране, расходы на защиту населения от COVID сокращаются, но, тем не менее, все-таки они по первому кварталу тоже достаточно масштабные. Вот 171 миллион рублей уже в первом квартале, ну не то, что в первом квартале, по сегодняшнее число были направлены на эти цели. Но вместе с COVID-19 встали и другие вопросы, которые сопутствующие начали решаться. Это и реабилитация постковидных больных, там приобретено очень дорогостоящее, и наукоемкое, высокотехнологичное оборудование. Здесь запросы Минздрава мгновенно были удовлетворены финансированием. Целиком, если брать за период, начиная с марта 2020 года и вот по сегодняшний день, на эти цели из государственного бюджета было потрачено 965 миллионов рублей. Министр финансов также отметил, что надбавки медперсоналу выплачиваются поэтапно. В защите населения от COVID-19 выплачены за период до февраля текущего года. Соответственно, поступающая потребность, мы ее ожидаем и за март месяц, возможно, там еще какая-то может быть часть за апрель, с учетом того, что может быть еще будут работать медики, но и она тоже, конечно, будет обеспечена. Задолженности по обязательствам по выплате не существует. По причине отсутствия средств никаких задержек не было никогда. Ни один день, ни одну минуту. И деньги получали достаточно высокие. Хотя я уже могу сказать вам о теме, которая нами будет дополнительно обсуждаться. Вопросы получения заработных плат в здравоохранении, в образовании, в спорте, в культуре, в других сферах требуют серьезного вмешательства. К сожалению, в том числе и хирургического. Мы уже располагаем, к сожалению, не очень хорошими документами, которые говорят о серьезных нарушениях в этой сфере. Нездоровая атмосфера, когда один и тот же человек получает пять окладов, шесть окладов, семь окладов, восемь окладов, девять окладов. Прошу это иметь в виду. И членов нашего штаба, членов правительства, руководителей всех рангов, и тех, кто является обладателем таких необоснованных грантов, назовем условно. Глава столичной администрации Беслан Эшба сообщил, что к ним обращаются постковидные граждане, нуждающиеся в реабилитации. Премьер-министр Александр Анкваб поручил оказать всем необходимую помощь. Брать людей, которые обратились по этому поводу, на особый учет и доводить до конца, сопровождать. Если эта реабилитация должна быть за пределами Абхазии, обеспечить. Не хватит местных средств, подключим республиканские. Во всяком случае, по сегодняшний день никому не было отказано в этом. Такова политика государства, таковы поручения президента, таково рабочее состояние Минздрава на сегодняшний день. Подводя итоги заседания, Александр Анкваб отметил, что ковид никуда не ушел, и поэтому нужно сохранять бдительность и прививаться. Премьер-министр еще раз призвал к необходимости соблюдения санитарных норм. Меры санитарные будем все-таки требовать жестко соблюдать. Дезинфекцию помещений, где большое скопление людей регулярно проводить. По объектам отдыха, если ваша инструкция не устарела, обеспечить ее выполнение в летний курортный сезон. Если нужно ее дополнить, Людмила Вильбертовна, пожалуйста, сделайте это. И работаем в том же режиме. Экспресс-тесты у нас есть. Все, что необходимо для лабораторных исследований, у нас есть. Если вы считаете временную консервацию ваших лабораторий в Ачемчиро и в Гагра оправданным, пожалуйста, посоветуйтесь еще раз с Минздравом. Чтобы мы не создавали трудности для наших граждан. Чтобы не была необходимость, неизбежность обязательно приезда в столицу. Вот это, пожалуйста, не допускайте. Предложение Зураба Ясоновича и Минздрава сконцентрировалось все на базе Кудаутского госпиталя абсолютно объективное. Мы и с самого начала так и планируем. Абсолютно объективное мнение. Все, что касается возврата к обычной работе лечебных учреждений, это ваше решение. Вы знаете, как надо делать, что надо делать. Я рекомендую, имея некую передышку, назовем так условно, обеспечить профилактику оборудования. Что-то, может, устарело. Пусть специалисты скажут свое мнение. Понятно, будут трудности, потому что много оборудования у нас было из дальнего зарубежья. Так, будем находить возможности. Такую работу необходимо провести. Рекомендую посмотреть на автотранспорт. Была большая нагрузка. Очень много рейсов было сделано. Это касается всех наших служб скорой помощи по Абхазии. Всех машин, которые, я повторяю, с большой нагрузкой работали. Те новые машины, которые, благодаря нашим друзьям сегодня... Семь. Сколько? Семь, да? Семь. За ними нужен, естественно, тоже уход, чтобы не было проблем. Найдите форму поощрить водителей, которые работали на этих машинах. Поддерживаю мнение о необходимости проведения какого-то общего мероприятия поздравительного. Само собой, каждый главврач, я уверен в том, что не оставлял без внимания персонал, который трудился достойно. Слова благодарности, они раздавались много раз. Мы считаем важным сегодня тоже это, еще раз сказать. Огромную работу провели наши врачи, наши медсестры. Весь персонал, который был задействован в этой важной работе. Члены координационного штаба в течение дня доработают рекомендации по снятию ограничительных мер и представят их на утверждение президенту. Шазина Ханагуа, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова